Празднования Дня Победы завершились, но мы продолжаем рассказывать о тех, кому обязаны мирным небом. Героиня нашего сюжета Александра Киселева, ветеран войны и труда. Александра Матвеевна с 45 лет проработала врачом. Накануне праздника коллегу навестил министр здравоохранения Чувашия Владимир Викторов. Чем, как не главной победной песней честовать ветеранов войны? Для Александры Матвеевны гости исполнили День Победы под аккордеон. Сама же ветеран войны и подпевала, и даже пританцовывала. Сейчас Александре Киселевой 95 лет и за плечами огромный опыт. В 19 лет она ушла на фронт, ее определили в запасной полк связи города Кандалакша. Там обучили на радио телеграфиста и отправили на Карельский фронт. С того времени в памяти ветерана много разных историй, которые она рассказывала своим детям. Когда они уже начали служить, ее поставили старшиной. Этих девушек, радисток, новобранцев, которые уже выучились, пришли в 1361 отдельную радиороту. И вот они, значит, иду там в Карелии, там вот морожка растет осенью, говорит, да. И вот нам, говорит, так охота, а нельзя. И мы, девчонки молодые, мы, говорит, увлеклись. И я говорю, девчонки, рвите морожку. И все пошли рвать морожку. Вот нарвали, увлеклись, забыли, что фронт, что тут немцы рядом, финны, наши противники рядом, да. И, короче, ее на губтвахту отправили за это. Вот она просидела на губтвахте, и она стала такая дисциплинированная после этого. Она это вспоминает. Старшина радио-телеграфист первого класса. Добиться высоких результатов Александре Матвеевне помогли. Отменный слух и хорошее чутье. Понимаете, радист это не на передовой. Радист, он сидит недалеко от штаба или где-то идет тайно, секретно скрывается где-то у передовой и ищет в эфире, радиоэфире, ищет свои позывные. И вот она говорит, очень много было немецких таких вот позывных, которые вот хотели нас, говорит, обмануть, дезинформировать. Они подстраивались под наших, но она говорит, я всегда узнавал чужих. В семейном архиве хранятся награды Александры Матвеевны. Медали за победу над Германией, за боевые заслуги, за победу над Японией. Ордена Отечественной войны второй степени и красной звезды. Написано в наградном листе, что трое суток без перерыва, она, значит, без замедления передавала указания руководства командования 25-й армии. После войны Александра Киселева решила посвятить жизнь медицине. Окончила Казанский институт и пошла работать педиатром в детскую поликлинику. 45 лет лечила детей. Это самый достойный пример для молодых докторов и студентов, выбравших медицину. Заметил министр здравоохранения Владимир Викторов. Юлия Важейна, Мальвина Петрова, Андрей Шоклев, Республика.